Всем привет! С вами Тед. И сейчас мы посмотрим классный-классный билд. Затера, на который вы просто будете просто сокрушать всех протосов в своем дивизионе, где бы вы не играли, будь то бронза, серебро, золото, платина, если вы сможете его, естественно, повторить. А он, кстати, не очень сложный. Вот. Короче, сейчас вы видите билд на экране, где мы должны поставить, в принципе, стандартные, как бы, открытия в Риппера и 1-1-1, но при этом вы позже ставите вторую базу, да, то есть... Легкий трюк с перераспределением рабов. Собственно, сейчас посмотрим, как это все выглядит в игре. И напоминаю, что скачать реплей и описание можно у меня в Дискорде. Соответственно. Соответственно. Начинаем. Саплайка. Ставится-ставится барак. Точнее, газ, потом барак. Газ-барак. Второй газ. Газ сразу же насыщаем тремя рабочими. Вот. Затем Риппер и сразу же в Фэкторе ставим завод. И как только мы поставили завод, ставим вторую саплайку и перераспределяем рабочих. Да, то есть нам в этот момент нужно, в принципе, уже снять два рабочих с одного газа, одного рабочего с другого газа. Риппер вылетает. В принципе, не важно, что вы им делаете. Можно посмотреть прокси. Можно тут потусить. И ставим вторую базу. Ну, готовимся, точнее, ее ставить. Потому что до этого мы начинаем строить обязательно еще Риппера, еще Гелиона. И вообще, наша цель сделать три Риппера, два Гелиона. Вот это вот наш боевой состав получается. Ставим вторую базу. Затем ставим Старпорт. Готовимся. Саплайку, естественно, не забываем. Вот. Как только выходит у нас последний Риппер, делаем Техлабу и реактор на бараке. Вот. Рабочих мы немножко везде подрезаем. То есть мы не пытаемся их прям вообще нон-стопом делать. Мы их пытаемся по чуть-чуть доделывать. Потому что важная история. Где-то вот в 3.30, в момент, когда вы выбегаете, как бы протос сейчас будет занят отбитием от вас. В этот момент вы ставите еще два барака. Вот. Вы прибегаете и вот этой армией размениваетесь. Вы можете поубивать солдатиков протосу, да. Хоть кажется, что Гелиона Риппер и не самый эффективный юнит. На самом деле, два Гелика и три Риппера могут прям даже и убить протоса на этом моменте, да. И протосов 3.40 может реально не быть юнитов. Их может быть две штуки, да. То есть она может быть адепт и сталкер. Вы их легко убьете. Вот. То есть поубивать пробок, в принципе, сохранить или нет, решать вам. Но важно вот этим, как минимум, принести себе пользу, да. То есть вы должны, вложив вот в этот пуш, там, определенное количество минералов и газа, вернуть эту инвестицию путем убийства именно пары сталкеров, там, адепта, пробок, чего-нибудь. То есть, в принципе, дальше не важно, что вы этим делаете. Важно, что вы делаете дома. И если вы слишком заняты микроконтролем вот этих юнитов, чтобы что-то нанести, да, но дома забываете построить техлабу на старпорте, забываете начать строить танк, забываете начать строить по два марика, лучше именемикрите, да. То есть лучше оставьте их для дальнейшего пуша, покажите, напрягите тоса и убегите. Всё, типа, да, что вы испугались, вы дальше не пойдёте. То есть самое главное здесь продолжить продерживать продакшн. И, как я говорю, билд супер плотный, вообще плотнейший прям жёстко. Важно следить за всем, тут все минералы, газ будут в ноль выходить, да. То есть мы продолжаем строить танки, начинаем строить баншей, и с этих двух бараков мариков, да, то есть никаких пристроек, ничего. Всё, у нас на рабов уже, скорее всего, не хватит больше денег, то есть мы здесь только иногда соплайки пристраиваем, делаем три танка. Заметьте, здесь небольшая ошибочка была, здесь был построен циклон. Это три танка, естественно, должны быть. То есть, ну, немножко разбежка по газу, то есть не критичная, в принципе. Вот, но это три танка. Вот, и когда вы всё построили, заказываете четвёртый танк, и уже вторая банша, когда выходит, вот с ней вы вылетаете. Всё, вы вылетаете вот этим пушем, берёте обязательно 4-6 рабочих и вешаете их на танки. Всё. Ну, лучше, да, 6 рабочих, и на каждый танк по 2 рабочих. Вешаем, и просто идём и дерёмся. В чём прикол? Это реально катастрофически жёсткая армия, да. То есть на ней нет ни грейдов, никаких стимпаков, ни щитов, но просто-напросто это супер жёсткая армия, которой ТОС может быть почти стопудово не готов. Особенно после первой атаки, после вашего открытия, да. То есть, увидев ваше открытие, большинство ТОСов немножко подожмутся, подожмут свою экономику, будут готовиться к чему-нибудь, потом поймут, что, окей, это вторая база есть всё-таки. И потом они немножко расслабят, так сказать, булки, и вот вы налетаете на них на шестой минуте. Таким пушем им можно выиграть даже без раскладки танков. Вот. Ну, позвольте, ваша идея, прийти здесь, нанести катастрофический урон, естественно. Вот. И, ну, продолжаем раллипоинтами ехать в атаку. Всё, всё как обычно. Если вы понимаете, что пуш захлёбывается на том, что вы не можете подняться наверх, вы, ну, держите осаду, и в такой момент уже начинаете что-то делать, да. То есть, как вариант, это мы делаем две инженерки, если мы в био планируем играть, два газа добавляем, меняем бараки на техлабы, старпорт на реактор, на факторки техлабы добавляем, соответственно, начинаем учить щиты из тимпака, конкассив шеллс, начинаем строить рабочих, добивать, когда рабочих построили, можно ставить третью, и когда ставим третью, можно добивать ещё два барака. Либо наоборот, сначала два барака, потом третью. Всё, и в итоге на плюс один, плюс один можно выйти в ещё один пуш, вот на десятой минуте. В принципе, если вы всё делали окей, то у вас уже будет почти 200 соплая. Опять же, несколько баншей, либераторы, куча танков, куча мариков уже, уже с этими, с медиваками, прям реально жёсткий, мощный пуш, можно открывать с нескольких сторон, то есть, тут уже всё зависит от вашего креатива. Пуш реально крутой. Пуш, откуда я его взял, это билд Ютермала. Это билд реально Ютермала, это прикольный билдосик, вот, грубо говоря, смотрите, скачивайте реплей, пробуйте на ладере, обязательно пишите в комменты, как ваши успехи, если вы попробуете, либо пишите, что вы хотите видеть ещё за терранов. Собственно, а с вами был Тед, надеюсь, вам понравилось, ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok